всем привет и с вами канал посеем пожуем я всех с душой и любовью встречаю на своем канале всех гостей и моих подписчиков друзья сейчас я хочу поделиться я заготовки делаю на зиму и самые самые вкуснейшие заготовки мне хочется с вами поделиться и ролик не будет длинным я не буду в этом ролике показать как я режу как я жарю парю я просто четко конкретно расскажу что зачем и рецепт пойдемте на мою небольшую кухонку друзья вот сейчас мне хочется показать вам на самый вкусный этот просто отвал башки заготовка это называется аджика сразу берите листочек и записывайте потому что этот рецепт это чисто мой рецепт потому что аджику делают одни помидоры болгарский перец чеснок и перчик нет друзья у меня даже слюни текут вот смотрите здесь я беру три килограмма помидор помидоры любые только не бурые не зеленые переросшие кривые косые мы режем потом их все равно это все будем крутить на мясорубке я вот эти вот жопки вот эти вот обрезаю у томатиков и жопки не выбрасываю я вам сейчас скажу куда потому что я вам сегодня расскажу не только про аджику но еще про одну заготовку на зиму наивкуснейшую вы должны обязательно обязательно это попробовать три килограмма томатов сюда обязательно идет морковь друзья есть люди которые не любят морковь мы ее очень любим она создает вы знаете такой аромат определенный и небольшую густоту но вот на три килограмма вы посмотрите вот приблизительно столько морковка мелкая это я прореживала грядку свою с морковкой у меня уже вот но хороший морковь это мелкая морковка которую я просто проредила и никуда естественно нет не выбрасывается сюда грамм 200 не больше болгарский перчик можете взять зеленый потому что красный очень дорогой на рынке вот чистить обязательно вот эту пленочку потому что она немножко горечь такую никак перец совсем другая горечь неприятная семечки убираем и вот так вот ее чистим тоже грамм 200 300 не больше чеснок чеснок вы сейчас я вам покажу но здесь у меня две головки чеснока вот смотрите вот 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 столько это здесь две головки чеснока и у меня дети обожают эту аджику и они очень любят острое я для ребятишек сюда перекручу вот столько перца перец этот мой это острый огонек просто очень острый но мы сможем кушаем еще острее у меня пойдет вот столько это на глаз друзья вот столько когда перекрутите в отдельной миске сделайте вот перец сколько вы кушаете я не знаю как вы кушаете потому что будете добавлять постепенно и обязательно лук друзья в аджику идет лук тоже грамм 200 не больше вот на это все количество идет одна столовая ложка соли и 2 столовых ложки сахара кто любит послаще можете положить три насыпайте постепенно вот насыпали попробовали если вам не очень солено добавьте я пропорции свои вам рассказываю масла никакого берете кастрюльку лучше всего казан перекручиваем помидоры туда я не буду показывать как я режу как я перекручусь сразу вам рассказываю эти томатики складываем в казан тушим прям буквально 5 минут потушиться насыпаем это перекрученную морковку вместе с морковкой перекрученные лук все вместе тушим еще минут 5 туда перекручен вот такой вот перчик и острый еще 15 минут все это хорошо хорошо протушили после этого перекрученный чеснок прям самом конце 5 минут ровно потушили добавляем соль сахар еще две минуты и столовой ложка вот такого вот уксуса я даже меньше столовой ложки беру вот такая вот у меня ложка вот такая самая обыкновенная ложка не полная знаете прям беру вот так вот вот так вот вот этот эссенцию соль только самая обыкновенная соль не эдированная не мелкая ничего вот такая обыкновенный каменная соль И насыпайте ее вот так вот, смотрите, вот так вот, вот так с горкой, вот с такой вот горкой, потому что можно насыпать с горкой, можно не с горкой, точно так же с горкой насыпаем сахар. Можно вот в такие банки, стерилизуем, с такими вот крышками, крышки стерилизуем, отдельно закручиваем. Вот это горячее, в горячей банке горячим закручиваем, никакой стерилизации, ничего не нужно. Друзья, это один рецепт. Это обязательно должны сделать. Приправа ко всему идет. Следующий рецепт – это квашеные овощи. Друзья, ну это... Вот я не могу вам сейчас показать. Сейчас я уберу, потому что я ведро уже заполнила. Я знаю, как всем некогда и как вот это растягивать ролик. Не люблю я. Я вам сейчас покажу. Смотрите. На дно укладываем зелень. Любую – хрен, укроп, листья дуба, листья вишни, смородины. У меня ботва вот от этой морковки тоже сюда идет. И я вам говорила, что я обрезаю жопки вот у этих помидор. Эти жопки не выбрасываю. Вниз, вниз эти жопки. Дальше слоями у меня идут вот такие зеленые томаты. Прокалывайте их зубочисткой. Укладывайте зеленые томаты. Слой чеснока. Чеснок, ну знаете, 3-4 зубчика режете. Не просто кидаете, потому что никакой пользы вот от такого зубчика не будет. А вот так режете на пластинке. Укрыли. Слой сделали. Опять. Листья хрена. Вот листья хрена обязательно. Вот такой вот укроп. Можно вот такими вот этими. А можно просто зеленый. Но лучше всего, конечно, у меня вот уже сушеный. Дальше опять слой. У меня были ранетки. Друзья, мы ходили в заброшенный сад. Принесли мелкие ранетки. Знаете, как вкусно с томатами эти ранетки. Мы их не кушаем. Они просто дают вкус. Мелкие ранетки посыпала. Опять томаты. И вот это все укрываем вот так вот листьями хрена, когда переложите все, и заливаете, внимательно слушайте, на литр холодной обыкновенной воды с колонки, проточной. Но ни в коем случае, если у вас с хлоркой, нельзя такую воду. Идет чистая вода, не кипяченая. Друзья, столовая ложка, ой, две столовые ложки соли с горкой, друзья, и одна столовая ложка с горкой сахара. Это на томаты. Если вы будете делать огурцы, точно так, но без сахара. Все это залили. Прямо, знаете, хорошо-хорошо залили. Тарелочку положили. Сейчас я покажу тарелочку. Вот так вот тарелочкой придавили, чтобы здесь прям вода была полностью погружена. Вот так вот. И убрали на 8-9 дней. Груз поставили, банку с водой. Здесь у вас будет пенка. Ничего, друзья, страшного. Вы можете... В ведерке есть специальные с крышечками. Закрыли потом вот это вот с крышечкой и убрали в погреб. Если вы храните дома, вы вытаскиваете вот эти вот томаты, перекладываете в банку. Банку не надо стерилизовать, просто помыли и уксусом сполоснули. Все, она стерильная. Перекладываете без зелени. Перекладываете томаты. Чеснок отсюда. Если острый перец положили, тоже острый перец сюда. Вот эту зелень ничего не брать. Переложили в банку. Чуть-чуть сверху горчицы посыпали на вот это все. Этот рассол процедили, прокипятили, остудили. Залили и закрутили. Все будет храниться в тепле, друзья. Не взорвется ничего. Мутный сразу говорю. Рассол будет мутный. Но он потом вот так вот осядет. И вы... Друзья, это невыносимо. Это такая вкусняшка. Мы банку с мужем достали с погреба. Огурцы готовятся где-то две недели. А вот томаты 40 дней. Долго почему-то они вот... Их достаешь, они как будто бы малосольные. Конечно, вкусные все. Они прям пых вот так, как бочковые. Это мы не могли оторваться. Это такая вкусняшка. И рассол выпили. Вообще очень вкусно. Готовьте, готовьте. Все заготовки. Я с вами прощаюсь. Сумбурно рассказала. Не как все блогеры. Ничего не нарезала, ничего не тушила. Просто дала. Сейчас я буду заниматься. Сейчас я все это буду делать. Отвлекать вас не буду. Думаю, люди все умные. Все понимают, что такое перекрутить на мясорубке. Как все это делать. Я не буду все это подробно показывать. Все. Готовим. Готовим. И обязательно, обязательно вот это все приготовьте. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайк. И пока-пока всем. Томаты оказались очень сладкие. Поэтому вот на те 3 килограмма положите 2 ложки с горкой. Я положила соли. И 3,5 ложки сахара. Я внизу обязательно напишу точный рецепт. Но от перца. Перец крутила. Всем здоровья, счастья. И пробуйте. Самое главное, пробуйте, пробуйте. Субтитры сделал DimaTorzok